Доброе утро! Иногда бывают такие темы, ответы на которые или так называемые комментарии волосу встают дыбом. Так вот, ответьте нам, пожалуйста, Елена, как быть вот с такими вот плохими людьми? Как правило, все оскорбления в соцсетях, они чем интересны? Тем, что они заканчиваются урегулированием этого спора самостоятельно. То есть это будет либо публичная перепалка, либо ответы в комментариях, но тем не менее к каким-то услугам государства, через суд или правоохранительные органы обращаются достаточно редко. Потому что основная суть защиты при оскорблениях – это восстановление своей репутации, когда идет какое-то публичное опровержение сведений, либо какие-то вот такие подобные требования со стороны лица, который считает, что его права нарушены. Так вот, в соцсетях, как правило, люди защищают себя сами и защищают достаточно интересным способом. Словесно. Словесно, да. Причем это может быть, как, к примеру, при разводе Ольги Бузовой с ее мужем-футболистом, они выкладывали каждую свою соцсеть часть переписки и объяснения, либо там, как у Алексея Воробьева это было, он написал официально прощальное письмо своей девушке, рассказав о том, какой вот он замечательный, а ее молодой человек, ну, который теперь вместо него… Чуть-то хуже. Да, он существенно хуже. Да. Слушайте, ну тут понятно, что это знаменитости, которых всегда стараются свою ссор вынести из избы, показать свою личную жизнь. Ну, вот, например, произошло такое дело с обычным человеком, там, разошлась вторая половинка, начала угрожать очень серьезно и, соответственно… И делать это для девушки ничего сказать не может. Стоит ли ей обращаться в правоохранительные органы в таком случае, если она не может урегулировать вопрос в интернете? Есть ли какие-то статьи, которые это регулируют? Найти обидчика и высечь его розгами. Ну, смотрите, угрожать и оскорблять – это принципиально разные действия и принципиально разные последствия. Если мы говорим об оскорблениях, то здесь же можно достаточно, на самом деле, хорошо ответить, и тем самым вот это оскорбившее лицо, оно может быть даже еще оказаться в более худшем положении. Но если я не хочу опускаться до этого уровня? Ну, на самом деле, ответить же не обязательно на языке того человека. Вот в этом отношении замечательный ответ всегда у Собчак. Вот она прямо настолько отлично отвечает на оскорбления, видимо, она достаточно в большом количестве их получает, что она очень хорошо парирует. Иммунитет выработан. Да, вот, к примеру, если кто-то видел у нее в аккаунте видео, которое было связано в Грозном, насколько я помню, когда она приобретала кофе, в кофемашине подошли молодые люди, достаточно хорошо ответила. Дебаты, да, вот с Жириновским водой облила, буквально вот сейчас там весь интернет об этом говорит, поскольку в ответ ее потом облили водой. Но уже не Жириновский, а в его защиту. Поэтому если мы говорим об оскорблениях, то мы можем потом, если не получили опровержение, требовать через суд опровержение этой информации в том же средстве массовой информации, ну или там тем же способом, каким оно было опубликовано. То есть, соответственно, поскольку способ может быть и самостоятельно разрешен, то есть через ту же страницу того же аккаунта, то, собственно говоря, как правило, до суда эти вопросы не доходят. Если же мы говорим о том, что в соцсетях мы получаем какие-то угрозы, вопросы, которые для нас являются реальными, это уже самостоятельное отдельное преступление уже будет, которое мы защищаем, безусловно, через правоохранительные органы, потому что, ну, нам, во-первых, необходимо определить, кто реально стоит за этим аккаунтом, да, и что. Ну, совсем недавняя история, которая произошла в коллективе в нашем программе «Новое утро», когда Евгения, нашей коллеге, кстати, которая сейчас наверняка еще спит, она на море, знаете, человек может себе позволить. Так вот, значит, ей тоже пришла угроза некая от абонента, пришлось подавать заявление, потом, значит, участковый узнал, кому принадлежит телефон этот номер, да, пошли домой, оказалась там несовершеннолетняя девочка. Юная фанатка. Да, ввиду, наверное, малой занятости, да, ну, там какое-то, не знаю, наказание там, наказание на учет поставили, на учет там что-то такого. На самом деле, да, то есть там уже этот вопрос дальше регулируется, просто ситуация в чем, да, то есть это яркий пример того, что если вас оскорбляют, и если вы получаете какие-то действительно, в том числе, угрозы своей жизни и здоровью, то вы обязательно должны обращаться в правоохранительные органы, потому что сейчас есть технологии, которые позволяют раскрыть. Скажите, а вот когда, допустим, обращаются в социальных сетях к нашему мэру, ну, например, да, или какому-то там управленцу, говорят, что он такой сякой, он вообще ничего не понимает, он занимается тем делом, вот это как можно расценивать? Когда там есть прямое оскорбление? Ну, не знаю, дурак, козел и прочее, прочее, прочее. А, ну, прямое оскорбление, оно, безусловно, подлежит защите, потому что, ну, мы должны всегда соблюдать корректы. Но часто блогеры же, часто жалуются на власть, да? Варламов, Лебедев постоянно открытым текстом матом кроют всех от А до Я, но при этом, как бы, их блок продолжает существовать, и нет никаких судебных разбирательств. Это как? Ну, на самом деле, вот все, что связано с судебными разбирательствами, у нас нет еще этой культуры, поэтому иногда люди даже специально не обращаются в судебные защиты, ну, вот в таких вот, в крупных публичных скандалах. Почему? Потому что не всегда можно эффективно отстоять свою честь и достоинство защитить, да? Вот именно так, как это хотелось бы сделать, да, вот с каким-то вот таким публичным опломбом. Вот, но при этом тогда сторона, которая оскорбляла, она может потом на этом сделать еще какие-то себе бонусы. Поэтому иногда это спускается с рук, иногда ответственность этого человека настигает в другом случае, потому что все равно в один прекрасный момент он заиграется, и это обязательно будет, да. Да, у нас есть еще фотографии, я не знаю, будем ли мы их смотреть, получится или быстренько глянуть. Да, мы их можем быстренько описать. К примеру, вот здесь ситуация, тоже достаточно крупный скандал в соцсетях, когда девушка из Таиланда всем писала, что она стюардесса, и выкладывала бесконечно фотографии с очень крутых мест, и потом этот скандал был случайно раскрыт на примере вот этой фотографии, с этой случилось, когда потом было выяснено, что на ней является стюардесса, она просто хороший пользователь фотошопа, и там какие-то сотни тысяч ее пользователей. Своё тело размещала на фоне разных мегаполисов. Да, вот, собственно говоря, следующая фотография, она говорит вот о том же, то есть уже начали искать примеры, да, откуда она что брала, ну и, соответственно, действительно, очень качественный фотошоп. Вот, и примером третьей фотографии служит в том числе скандал, который был с Ольгой Бузовой, когда она выкладывала рекламный пост, и под этим постом, то есть она даже его не прочитала и рассказывала, как очень сложно худеть, когда приходишь домой, а там муж, дети, и всем нужно готовить, и просят колбаски, и очень сложно сохранить фигуру в такой истории. То есть, в общем, скандал скандалом, да, ну, здесь звезды, по сути, всегда сами виноваты. Да, и потом вот это вот публичное обсуждение, оно либо в рамках пиара, ну, либо получает там внутри уже те комментарии. Либо пока работа помощников, как правило. Елена Кудырко была у нас сегодня в гостях, эксперт нашей программы, адвокат. Поговорили про социальные сети, про то, как там каждый из нас чувствует, ну, а впереди у нас полезный сюжет. Доброго утра. Спасибо.